Подрядчик отходы вывалил, контейнеры забрал именно так. Подрядчик по вывозу коммунальных отходов в Кирове решил отреагировать на то, что не получил денег за свою работу. Соцсети тем временем завалены фотографиями, во что превратились мусорные площадки. Такое ощущение половины города Кирова. После того, как о мусорном скандале узнала вся страна, в ситуацию вмешались областные власти. Неудобно сегодня почувствовали себя и власти городские, и представители управляющей компании, и представители компании-подрядчика. Оказывается, просто не смогли договориться с тарифом и договориться о долгах. Но сегодня все сумели быстро и тихо. Вот такой вот у нас большой-большой-большой длинный дом. И для него у нас сейчас предлагают использовать вот такую вот замечательную мусорку. О том, как стали выглядеть в новом году мусорные площадки у дворах, Кировчане уже снимают народные репортажи. О том, как на днях куда-то пропали пластиковые контейнеры Саха, а на их месте начали расти горы отходов жизнедеятельности. Ситуация на Октябрьском проспекте 109 от дома на Луганской 62 отличается разве что видом вынужденного складирования мусора. Тут прямо у подъездов. Раньше здесь также стояли контейнеры, но также пропали. Места уже облюбовали бродячие собаки. Еще на Ленина, Арджиникидзе, Ганина, мусорная куча на улице Мира, например, уже начала расползаться вдоль дорог. А больше, говорят, выкидывать некуда. Да, ну а куда деваться-то? Ну, все правильно. Нету ведь нигде ничего. Обычно стояли баки, сейчас нету. Объявлений никаких не было? Никаких не было, нигде ничего не слышали и не видели. Мусорная свалка без баков. Говорят, здесь разрастается уже не первый день. Причем для жильцов не было ни предупреждающих звонков, ни объявлений. А квитанции об оплате за вывоз пришли в срок. И жители задумались, стоит ли вообще их оплачивать. Давно ли баки убрали? А когда у нас? До числа седьмого, наверное. Раньше еще даже. А что, приехали просто вывалили? А мы утром вышли, нету контейнеров и все. Они уже вот это, дня четыре лежит уже вот эта куча. Мусорным беспределом назвали ситуацию сегодня в областном правительстве. После того, как о кировской ситуации рассказали с экранов федеральных каналов, к решению проблем подключились и в правительстве области. Зампред Константин Мищенко собрал в своем кабинете представителей городской администрации, управляющей компанией Октябрьского района и подрядчика, который должен был вывозить мусор. Неудобно в какой-то момент стало всем. Ну это какой-то нонсенс, чтобы дошло до того, чтобы администрация области вмешиваться в вопросы, кто за кем должен вывозить твердые бытовые отходы. Участники объяснили, что есть проблемы с долгами и с тарифами. Простым языком, управляющая компания Октябрьского района задолжала САХУ, а САХ решил действовать по букве закона, просто прекратить оказывать услугу, забрав свою собственность, то есть контейнеры. Но господин Мищенко это не убедило. Господин Мищенко взял слово и потребовал обещаний. Итак, я хочу понимать, завтра утром услышал, что все будет убрано? Все будет убрано, контейнерный парк будет восстановлено. Кстати, сразу после совещания в правительстве чиновники договорились устроить утром контрольный рейд. Если ситуация не изменится, управляющие компании пригрозили более серьезными последствиями, вплоть до лишения лицензии и ухода с коммунального рынка. Артем Панекаровских, Эдуард Прозоров, Никита Рябинков, информационный канал «Город».